Друзья, всем привет! Сегодня снова мы выбрались с Камрадом Марио на коп. Сегодня уже у нас середина, это уже почти конец ноября. Выбрались на интересной позиции, тут мы рядом ходили, попались такие находочки, замок. Какой-то сломанный, вскрытый, ну старый. Ну и пока железо. У Камрада там немецкий штык. Выскочил сейчас с утречка, потом вам покажу. Ну тут блиндажи, сегодня будем здесь ходить. Рядом тут дорога, места светить не буду. Пожелайте нам удачи, надеюсь сегодня будет много интересных находок. Погнали! Я с ямки вытащил штык от Мосинки. Вообще зачет. Надо тут ходить. Время сегодня как бы мало, но надо это место все прощупать. Все. Смотрим дальше. Штычка. Попалась, друзья, пломбочка. Надо чистить, смотреть. Пока не скажу. По-моему перушная. Сейчас посмотрим. По-моему да, первушная. Ладно, мы потом ее почистим, в конце копа покажем. Погнали дальше. Еще одна попалась, пломба здоровенная. Ложим в карман, потом почистим, посмотрим, что за пломба. Сейчас реально некогда разглядывать пломбы. Все, продолжаем. Смотрите, какой блин железяк вытащил. Килограмм, наверное, за двадцать весит. Смотрите, толщина три сантиметра. Вот это железка. Ну, зашибись. В металлолом пойдет. Что? Все. Не тратим время, копаем дальше. Пуговица. Представляешь, пуговица первушная. Орлянка. Ну, это там может на пушках, может нет, надо чистить, смотреть. Нет, не на пушках. Ну, первушная, лишь под деревом. Пушка целая ровно. Вот, находочки есть. Смотри, как я шел. Старо метров из глубины. Полштыка больше. Выскочила еще одна пуговица. Царская. Это вообще в сохране. Желтый песочек. Вообще козырная. Тоже ушко целое. Вообще красота. Ой, какой сохран суперский. Отлично, друзья. Не забываем под видео ставить палец вверх. Ну вот, нашел целую планку с пяти патронами. Ну, еще попался маленький люверс. Тут есть находочки, такие дебри, кусты. Но мы продолжаем искать хаба. Друзья, смотрите, Марио сутричка, что нашел. Вот интересная табличка. Там что-то на ней написано. Что-то там охоты. Короче, интересная вещь. Потом мы еще разберем, что там за надпись. Кому-то, походу, что-то там про охоты. Или награждение какое-то. И смотрите, какой камрад штык верховой нашел. Вообще класс, да? Ручки бакелитовые. Супер. Вот эта сена портанула камрадика сутричка. Но мы продолжаем искать такие же штыки. И нашел находочку. Смотрите, еще одна царская пуговица целенькая. Маленького размера. Вообще супер. Где-то она на рукавах пала. Вообще сохран. Суперский желтый песочек. Огонь находка. Мне кажется, блядь. Так, мы снимаем две камеры. Во. Опа. Смотри. Сейчас посмотрим, золото это или нет. Потом вам подскажу. Ну, нет, наверное, конечно, не золото. Ну, красиво, под гильзой. Под гильзой лежало. Окей. Не, конечно, не золото. Ее надо осторожно отмочить, чтоб не сломать. Ну, да. Ну, видишь, тут только блестючки. Камушка какой-то, да, такой? Да. Кто-то зашел в бутылочное стекло. Кто-то зашел посмотреть на погоду в блиндажик и обронил. Главное, знаешь, сначала гильза. Думаю, проверю ямку. Ну, да. Вот такой вот бонус. Интересную вещь нашел. Медную. Не знаю пока это от чего. Где-то что-то закрывалось. Может, какая-то от какой-нибудь оптики. Я даже не знаю, если честно. Не буду вам тут рассказывать сказки того, чего не знаю. Ну, что-то очень интересное. Вот ямочка и три монетки у нас тут. Две копейки. Две монеты по копейке. Две копейки. Семьдесятый год. Копейка. Одна у нас. Так, сейчас посмотрим. Одна у нас семьдесят первый. И третья монета. О, семьдесят второй. Три монеты и разных годов по году. Вот так вот. Сейчас еще посмотрим. Может, что-то еще будет звенеть. Пином еще четвертую копеечку нашел. Одна копейка семьдесят первого года. Ну, пока тишина. Проверим сейчас еще ямку хорошенько. Такая маленькая рассыпушка была. Все же монетки советские. Смотрите, блестит как золото, да? Монитосик. Давно уже здесь проходил ямка. Че это? Смотрите. А, 1991 год. Монитосина. Пять центов. А, эстонцы. Да, эстонцы. А, даже не центы, а центы. Эстонская монета попалась. Первый раз такую нахожу, но все же интересно. Заберем ее. Эстонскую монету, думаю, в карман. Думаю, проверю-ка. Есть еще сигналы. Смотрите. Раз. Двадцать. Еще такие же пятачки. Проверим еще. О, сейчас я их, смотрите, кладу сюда. Вот на листик. Здесь еще что-то есть. Где-то тут пин. Пин-то у меня. Ой, детектором-то печала. Сейчас поищем. Ну, где же? Где-то здесь. О, смотрите. Оп. А тут уже двадцать. Откидываем. Ну, еще. Еще звенит. Смотрите. Оп. Десять. Хоп. Отлично. Эстонцы тут, наверное, в туалет в лесок зашли. В девяносто каком-то году. И свои монетки эстонские-то просерили. Забираем. Сейчас мы их сфотографируем. Это у меня получается четыре. Одна в кармане. Пять монет. Еще проверим. Так, лопата на развине. Ну, что-то тут есть еще. Там уже на ради монету. Ну, мы проверим. Ладно. Сейчас покопаюсь, проверю и идем дальше. Что найду, все покажу. Там рада попался немецкий колышек. Здесь он поднимал штык с утра. Сейчас вот начал так тщательно ходить. Уже так сигналы подвыбили. И попался колышек. Немножечко кривой. Но ничего страшного. Колышек он и есть колышек. Камрад пошел за щеткой. Хочет почистить. Посмотреть, где клеймо. Ну, а мы его поздравляем. С немецким колышком. Он говорит, что это его не первый колышек. Первый, но не последний. Поздравляем. Такое колечечко нашел. Был хороший сигнал. Ну, это от конины, по-моему. Толстое такое кольцо. Я такие тоже находил. Там конина, да? Чистая конина. Да. Звенело так приятно. Но не золотое, к сожалению. Но мы будем искать и золотое тоже. Я уверен, мы его когда-нибудь найдем. Друзья, все, еду домой. На улице минус один. Ну, такое ощущение, что у нас минус все пять. Очень холодно. Так что наступают морозы. Как там будет дальше с копом, пока неизвестно. Но по возможности, я думаю, что еще мы до снега поездим, покопаем. Приеду сейчас домой. Сделаю обзор находок. Как видите, металла. Там пол багажника. Нашел большую железку. Везу домой. Пришлось даже сиденья складывать. Металла сильно тоже хорошенько набрал. Камрад там подогнал. Камрад мне там металлом тоже собирает в кучке. Потом только ходи, да. Собирай и носи машину. Ну, все. Я приехал домой. Занес весь металловым гараж. Сегодня металлы тоже покопали очень хорошо. Это вообще бандура такая большая. Сейчас я разгружу сумку. Там были пара интересных еще находок. Металл к металлу. Находки к находкам. И тогда мы сделаем обзор. Ну вот, находочки я по железу тут перебрал. Железа много сегодня тоже. Всякого разного. И пальцы там, и оттелеки, и запчасти. И петли от ворот. Там кусок цепи. Попалась в блиндаже. Дверька от печки. Железо все тяжелое. Нормально так все же покопали. Камрат нашел тоже в блине такой ящик с ручкой. Непонятно, от чего здесь уголки. Я нашел такую железку большую. Пришлось даже в машине сиденья складывать. Такой, можно сказать, котелок с ручкой. Камрату блиндажа нашел. Металлолом отдал. Тут непонятно, от чего железка очень тяжелая. Короче, по металлу еще не, наверное, вообще хорошо. Килограмм сто. Это очень тяжелое. Наверное, это только килограмм под пятьдесят весит. Ну, камрат на плече до машины донес. Все нормально. Ну, из хороших находок у меня сегодня вот такие находки. Я сегодня штык вообще нашел от Мосина. А Камрат нашел вот такой сегодня штык. С утречка пока я еще не приехал. Без ножен. Жалко, что без ножен. Но все же. И мы обменялись штыками. Он мне поменял на мой от Мосина штык. От Мосина я уже находил, по-моему, за все время три или четыре. Где-то, да, три или четыре, по-моему. Нет, этот сегодня, по-моему, был третий. Два я находил штыка. И мы с ним обменялись. А он не находил ни разу от Мосина. А я такой не находил. Ну, короче, мы с ним обменялись штыками чисто на полочку. Ну, и еще такие вот находки. Много настрела было. Очень много. Там еще в сумке на дне лежит. Уже не стал доставать. Настрел мне так интересно показывать. Советские алюминиевые колышки от палатки. Это советские. Вот замок раскуроченный. Понравился мне его. Хочу вот на обзоре показать. Кто-то его тут так жестоко вскрывал. Попробую его почистить. Может покислотить. Посмотрим, что от него вообще останется. Интересно посмотреть. Ну, и такие более-менее ценные находки. Три очень больших пломбы. Две читаемые. Одна совсем затерта, обгрызана. Тут они первушные. Это у нас получается 12 августа 1916 год. А это 7 июля 16 год тоже, да. Такую интересную. Даже не знаю, как назвать деталь, не деталь. Внутри дерево. А по краям, как латуневые такие накладочки. Может ножик какой был когда, не знаю. Но он такой под конусом. Вот если вам видно, идет. Интересная находочка. Это тоже гильза большая пойдет на латунь. Ну, и по монетам. Конечно, монет там царских не было. Было вот сегодня 4 совета. И 5 монеток эстонские. Ну, они тоже, в принципе, для эстонии, наверное, бывшая ходячка. Там 90... 1991 год, по-моему, они все там. 91, 92. Такие монеты. Порадовалась сегодня запонка. В блиндаже сначала нашел гильзу. Потом нашел запонку. Потом еще в той же ямке была гильза. И две алюминиевые советские водочные пробки. Такая красивая запонка. На полочку пусть лежит, пойдет. Ну, и три... Три царских, имперских пуговицы нашел. Сохран вообще у них отличный. Не знаю, как вам видно. Как тут со свещением. Но, думаю, более-менее вам видно это все. И вот интересную такую... Как затворка что-то закрывалась. Здесь такой маленький-маленький винтик с резьбой. Видно, что она как бы... Ну, закрывалась. Здесь как ушка. Такие интересные находочки. Вот так вот. Сейчас я вам попробую найти свои показать два штыка. Которые я вот за свое время хобби... Это за лет в пять, наверное, два штыка я находил. Сейчас попробую их найти и вам показать. Такие я находил штыки от Мосина. Один кривой. Такое в плащевном состоянии. Для полочки пойдет. Сделаем потом на полочку. Почистим. Положим. И второй такой ровненький. Вот теперь у меня будут три штыка. И у Камрада Марио будет тоже один Мосиновский штык. Он как раз не находил. Вот такой сегодня прошел у нас обмен штыками. И вообще мы отлично покопали. У нас в нем тоже хороший находки. Там табличка была интересная. Все прикольно сегодня покопали. Все, друзья. Всем спасибо, кто меня смотрит. Пишет комментарии. Делится моим видео в соцсетях. Всем большая благодарность. Ну а те, кто не подписался на канал. Подписывайтесь на канал Виталий Диггер. Заходите, смотрите видосы. И все. Всем пока. Всем удачи. Не будет зимы. Будем еще выезжать на коп. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok